Страна улыбок вновь зовет туристов, в том числе и россиян. Если еще совсем недавно, чтобы насладиться тайским морем, нужно было высидеть карантин в отеле, то сейчас привитые гости могут вернуть в Сиамский залив почти сразу по прилете. Экспаты, проживающие на Пхукете, рассказывают, что если ехать, то прямо сейчас, пока не наступил ажиотаж. Прямо сейчас я нахожусь на пляже Катаной. Стоит отметить, какое прекрасное море, какая классная погода. Я вот накопалась и делюсь с вами печенье, что классно, что Таиланд вновь открыт для туризма. Можно сюда приезжать, отдыхать. Наталья Рязанова дважды зимовала в Таиланде в городе Хуахини. Для мам с детьми – идеальный вариант. После начала пандемии о зимовке на горячем песке пришлось забыть. Но сейчас Сахалинка уже рассматривает варианты. Смягчение условий въезда, оно, собственно говоря, очень положительно сказывается на стоимости путевки, на стоимости самостоятельного проезда в Таиланд и размещение там на определенный срок. Поэтому, безусловно, улучшение мер – это будет стимулировать, в первую очередь, российских туристов, наверное, еще больше посещать это место. Однако, если сравнивать доступность Таиланда в доковидные времена и сейчас, то разница, конечно, есть. Например, в любом случае туристу нужно оплатить два ПЦР-теста, а это 160 долларов только на одного человека. Также сейчас нет чартерных перелетов из России. Это значит, что если вы купили у оператора тур в страну улыбок, то лететь придется регулярными авиалиниями. После покупки тура мы начинаем оформлять с вами Тайпас. То есть сначала нужно зайти на ссылку, оплатить ПЦР-тесты. Два ПЦР-теста, которые вам проведут в Таиланде – это первый день и пятый день нахождения в Таиланде. После чего по ссылке мы оформляем документы на получение QR-кода и ждем. Ждем именно, ну, минимум семь дней. Что касается цен внутри Таиланда, то, как рассказывают туристы, они не изменились. Колебание стоимости экскурсий происходит только, когда изменяется курс рубля. Ближайший город от Сахалина, откуда можно вылететь в страну Баунти – Владивосток. Но пока поток туристов с островного региона в Таиланд невысок. С начала этого года туда уехало несколько десятков человек. Есть надежда, что Пхукет, Паттайя и Бангкок снова станут такими же доступными, как и прежде. Хотя до полной победы над ковидом этого вряд ли стоит ожидать. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.